Привет всем любителям ММА. Это подкаст к очередному UFC Fight Night Vegas 14. Теперь это Фелдер против Досаниаса. По нашему времени пройдет 15 ноября. Карт наконец-то более-менее устаканился. Может быть даже еще один бой добавится, если Дэниэлю Родригесу найдут соперника. Карт сравнительно интересный. С точки зрения ставок я считаю очень непростой, очень неоднозначный. Здесь у многих людей будут расходиться мнения по боям и это нормально. Поэтому всех призываю к мнению других людей относиться терпимо. Но я думаю здесь каждый будет видеть бой по-своему. Здесь не будет каких-то особо уверенных вариантов, как мне кажется. То есть тем, кто любит играть на фаворитах, здесь большого раздолья нет. С другой стороны, просто набрать всех подряд андердогов тоже не прокатит. Но я считаю, что апсеты здесь будут. Кто-то из андердогов обязательно победит. Я думаю это будет не один. Поэтому здесь только оценивать вероятности. Смотреть, думать. Может быть даже большинство боев пропускать. Но я своими мыслями поделюсь и напоминаю, что это очень предварительные мысли. Открывает турнир Тони Гревели против Джеральда Ди Фрейтаса. Гревели набил хороший стрик перед тем, как пришел в UFC. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь побед. Победил на контендер серии с Рея Родригеса, который тоже недавно дебютировал в UFC. Правда, проиграл быстренько. Встретился в дебюте с Брэдтом Джонсом. Был у них там обоюдоострый бой, где было много борьбы. Если я не ошибаюсь, первый раунд он проиграл, второй выиграл. В третьем его Джонс все-таки задушил. Гревели это борец, не особо габаритный, можно сказать, даже в какой-то степени мелкий для этой весовой категории. Это у нас будет 135 фунтов, то бишь по-русски. По-русски это 61 килограмм. Подтянул Гревели свою ударку, но в целом его ударка это все-таки такая прелюдия к борьбе. В борьбе он неплох, борется всю жизнь. И встречаться он будет с Джиральдо Дефрейтосом, бразильским бойцом, который выступает не особо часто, в том плане, что он в 2019 году в UFC дебютировал, провел два боя. И у него сейчас получается простой больше года. До этого он дрался в бразильских промоушенах, с не самой сложной позицией. Ну вот в последних тут боях какие-то были более-менее приличные парни. В UFC выиграл Филиппе Калариса, что в общем-то неудивительно. И провел очень близкий бой с Крисом Гутиеросом, который мог бы в принципе отойти и ему. Ну Гутиерос это такой достаточно качественный боец, и отбиться с ним сплитом, в общем-то это неплохое достижение. И коэффициенты на этот бой на данный момент Гравели 1.6, Дефрейтос 2.44. Вчера еще Дефрейтос был 2.6, это было гораздо более интересно, потому что я по таким коэффициентам все-таки отдаю пока еще небольшое предпочтение Дефрейтосу в плане ставки. Потому что считаю, что коэффициенты должны быть, ну наверное, еще немного ближе. Я, пожалуй, соглашусь, что Гравели должен быть фаворитом. Ну за 1.6, наверное, он меня не особо заинтересует. Я отдам Гравели предпочтение только в чистой борьбе. То есть, я считаю, что он лучше переводит, наверное, лучше поджимает и работает возле сетки в клинче. Ну и это, наверное, все. В ударке он, ну пусть будет поточнее, ну у Дефрейтоса ударка, в общем-то, тоже неплохая. Он базовый джитсер, подтягивает свою ударку. У него, в принципе, такой достаточно острый муэйтай. Если Гравели где-то точнее, то Дефрейтос агрессивнее. Он больше идет вперед, выкидывает такие достаточно неприятные удары. Достаточно тяжелые для его весовой категории. Я думаю, что он будет здесь физически, может быть, немножко сильнее, потому что он, по крайней мере, он явно габаритнее. Какие-то у него преимущества. Ну, 5 сантиметров в росте, 10 сантиметров в риче. Ну, в общем-то, неплохое преимущество. Дефрейтос немного, пожалуй, сыроват. Где-то он заваливается за своими ударами, где-то он слишком бежит вперед. В партере он неплох, но, опять же, может в течение одной минуты забрать хорошую позицию, потерять хорошую позицию и снова ее забрать. То есть, немножко прагматичности ему не хватает. Я бы сказал, что в партере, в общем-то, Гравелли тоже не образец какой-то прагматичности. Он тоже, в принципе, теряет позиции. Вот. Здесь у нас борец против Джинсера. И Гравелли у него 6 поражений, из них 5 сабмишином. Конечно, он проигрывал хорошим бойцам сабмишином. Вот Бретту Джонсу, Патрику Миксу, Мэнни Бермудасу. Ну, вот в 16-м году почему-то проиграл Рикки Бандехасу. Играть Бандехасу это не так уж прям, что совсем плохо. Но вот сабмишином Бандехасу, у которого у самого проблемы в борьбе всегда бывали, это странное поражение. Но оно, конечно, было в 16-м году. Я думаю, что Гравелли с тех пор вырос. Но, тем не менее, Гравелли явно будет бороться. Потому что, если они останутся в ударке, я все-таки небольшое предпочтение отдам Дефрейтесу. Поскольку у него ударка, она, как мне кажется, самодостаточная и может существовать сама по себе. Он, в принципе, может провести бой в стойке. А вот Гравелли, он вряд ли это сможет. Он, в любом случае, мне кажется, пойдет в борьбу. Где будет его ждать, ну, более-менее такой нормальный боец в джиу-джитсу. Соответственно, не могу сказать, что этот бой прямо 50 на 50. Но, думаю, что немножко ближе должны быть коэффициенты. Пока на Дефрейтеса коэффициент вот в районе 2,4 будет. Или что-то в этом роде. Может быть, повыше даже. То, в принципе, я больше буду смотреть в сторону Дефрейтеса. Ранда Маркос против Канака Мурата. Про Ранду Маркос. Все все знают. Но у нее рекорд уже близится к нейтральному. Хотя позиция, конечно, у нее хорошая. В общем, из последних боев за последние годы можно отметить очень неплохой бой с Мариной Родригес, которую она вытянула в ничью. При том, что Родригес, ну, гораздо более интересна, конечно, в ударке. Но, тем не менее, борьбой Маркос сумела вырвать ничью. Хороший бой с Анжелой Хилл, которую она сабнула. Плохой бой с Гаделией. Так себе бой с Эйшли Йодер. Ожидаемое поражение это Мандерибес. Ну, и бой с Маккензи Дерн, после которого Ранду Маркос все прокляли. Прокляли те, кто ставил на Ранду Маркос. Те, кто ставил на Тотал больше, подозревая, что Маркос не полезет бороться. Ну, полезла она бороться к Маккензи Дерн. И, конечно, такие решения, они не добавляют ей очков в глазах тех людей, которые рассматривают на нее ставки. Канако Мурата. Японский боец. Базовая борцуха. Чемпион Японии по борьбе. Не знаю по какой. Ну, думаю, что по вольной. У нее есть только одно поражение в райзене. Но это было в категории 57 килограмм. В категории 52 килограмма, в которой состоится этот бой, она непобежденный боец. Неплохой стрик. Но набитый на достаточно, конечно, сомнительной оппозиции. Сколько тут? Раз, два, три, четыре, пять боев в азиатских промоушенах, в которых оппозиция откровенно слабая. Ну и два боя в инвикте. Более-менее приличные. Мурата это борец. Борец, как мне кажется, достаточно выносливый, физически сильный. У нее есть в арсенале, наверное, единственная девушка, у которой я вообще вижу сабмишинный тип ванфлючок. И вот один из них, который она проводила, я смотрел этот бой с Анжелой Маганой. Она, наверное, минуты две ее душила, так потихонечку, как удав. Все сильнее и сильнее, наваливаясь плечом, и все-таки задушила. То есть, ну, физика у нее хорошая. Физика хорошая, выносливость неплохая. Ну, вот Сэмми Ледюкот бой в инвикте за чемпионский пояс, да, который она выиграла. Конечно, был достаточно близкий. В общем-то, у нее достаточно неплохое кардио. Но вот на пять раундов его, пожалуй, не хватило. Если в первом раунде, там, во втором раунде она имела очевидное преимущество в борьбе, то в третьем, четвертом и пятом это преимущество становилось все меньше, меньше, меньше. Все у нее переводы удавались все труднее, труднее, контроль все хуже и хуже. Ну, а стойки, в общем-то, она особо из себя ничего не представляет. По большому счету, ее ударка, это тоже прелюдия к борьбе. А борется она, конечно, неплохо. Переводы и контроль у нее неплохие. Но, как мы все помним, Ранда Маркос тоже борец. Поэтому коэффициенты на этот бой следующие. Маркос 2.45, Мурата 1.59. Ну, в качестве победителя я пикну Мурату. Я думаю, что она все-таки, наверное, затащит этот бой. Не будем забывать, что Ранда Маркос здесь уходит на коротком уведомлении. Мурата готовилась в американских кемпах. По-моему, там в Team Alpha Mail она мелькает в Инстаграме. В принципе, я согласен с тем, что она должна быть фаворитом. Но, опять же, за 1.6, ну, наверное, я на нее ставить за такой коэффициент не буду. Для дебютанта в UFC против, как ни крути, очень опытного бойца в лице Ранда Маркос. Я, наверное, за 1.6 не подпишусь. На Маркос я ставить тоже не хочу. Последний бой ее меня разочаровал. Будь она еще на полном лагере, я бы подумал. Тут она будет, может быть, не так уж готова. Или готова недостаточно. Я что-то не хочу ее рассматривать как андердога. Но при этом я понимаю, что Маркос, скорее всего, этот бой сделает ближе, чем есть коэффициенты. Там будет чего-нибудь типа 2-1 по раундам. Соответственно, за 1.6, за Мурату, у меня большого желания тоже нет. Пропущу бой. Луис Смолко против Хосе Альберта Киньонеса в категории 61 килограмм. Смолко прекратил пить, курить и болеть. Вернулся в UFC после того, как был уволен. Сабнул сумму до Эрдзы, у которого не особо с борьбой чего-то. Это какая была категория-то? Это было 61. Потом в 57 подрался с Мэттом Шнеллом. А, нет, тоже. А, со Шнеллом он тоже 61 дрался. Понятно. Попался на треугольник. Выиграл совсем слабого Райана Макдональда. Вышел против Кейси Кенни. Неожидаемо ему проиграл. В общем, ну, Шнелл и Кенни, конечно, это очень хорошие бойцы. Поэтому проиграл им. Ну, это, в общем-то, было ожидаемо. В целом, Смолко находится, как мне кажется, на небольшом подъеме. Он сейчас более ответственно относится к тренировкам. И, ну, немножко получше у него стал уровень, чем был когда-то. Ну, соответственно, если он реально бросил вредные привычки и больше занимается в зале, это, опять же, дает какой-то рост. Сколько ему? 29, в общем-то, еще не старый. Раньше в UFC он дрался в основном в категории 57. Сейчас он поднялся в 61. Хосе Альберто Киньонос. 8-4. Хотя в UFC все не так и плохо. А, это в 14-м году он Пересу провел. Но это не особо интересно. В общем, у него здесь был такой неплохой стрик. С не самыми, конечно, топовыми бойцами. И, в общем-то, все эти бойцы уже из UFC уволены. И из последних его достижений это проиграл он Натаниэлю Вуду. Во втором раунде с Абмишином. Ну, в общем-то, он и в первом там ничего не показал. Выиграл Карлоса Хуачино, который, опять же, сейчас уже не в UFC. Проиграл Шону Мэйли. Киньонос, я не знаю, кто это. Какой-то ударник, наверное. Парень, который любит бегать кругами по октагону. Бить лоу-кики. Иногда подключает руки. В общем-то, может побороться. Наверное, универсальный боец. Ну, такой достаточно осторожный. Не очень зрелищный, прямо скажем. Если тот же Смока последнее время все время ищет финиш. Где-то, может быть, ему не хватает техники. Где-то ему не хватает скорости. Но Смока такой агрессор. Киньонос. То есть, Смока это молот. Киньонос это наковальня. Но наковальня такая очень нудная. Об которую, в принципе, молот может разбиться. В том числе и в лице Смолки. Как фанат, я, конечно, здесь за Смолку. Потому что, ну, я плохо себе представляю, кто из тех вообще людей, которые смотрят бои Киньоноса, может за него болеть. Только друзья, родственники и знакомые. Потому что смотреть на него в октагоне не очень интересно. Но, как бы, он такой боец, как мне кажется, крайне неприятный. И, может быть, сложный в октагоне. Потому что его вот этот стиль, он может доставить проблем любому. И Смолки в том числе. В общем-то, у Киньоноса неплохое кардио. Он может прыгать 3 раунда. Как бы там Смолка где-то не вымахался. Скажем так, и не устал раньше времени. Коэффициенты на этот бой Смолк 1.72. Киньонос 2.2. Все-таки я здесь буду за Смолку. Коэффициент на него тут немножко гуляет. Если он опустится ниже 1.7, я точно не буду ставить на Смолку. Это неинтересно. В общем-то, когда я делал первоначальное рассмотрение этого боя, там где-то было на Смолку 1.6, это как бы точно нет. Потому что, ну, я не могу сказать, что Смолка здесь прям какой-то уверенный фаворит. Я отдам ему небольшое предпочтение. Потому что он находится на подъеме, я считаю, он немножко прогрессирует за его агрессию, за его желание искать финиш. В принципе, это может сработать против Киньоноса. Главное, Смолке здесь рассчитать силы и где-то там не зевнуть. Потому что, в общем-то, Киньонос, ну, не панчер, конечно, но ударить с рук может. Там, допустим, того же Хуачин, он на даун отправлял. Ну, а так, в целом, я пожелаю Смолке удачи. Поболею за него. Может быть, поддержу ставкой. Алекс Марона против Риса Маки. Алекс Марона – это моя главная неудача в 2020 году. Вот вам к вопросу о надежных ставках. Ну, может быть, я их фильтрую неправильно, я не знаю. Вот у нас был Марона против Хаоса Вильямса, который тоже в этом карте у нас будет драться. За 1.35 максимально надежная ставка. На которую я вгрузился. Марона вышел и торжественно отлетел в первом раунде. Хотя до этого у него все было, в общем-то, не так и плохо. Вот в 2017 году Прайсу он, между прочим, проиграл. В конце второго раунда был нокаутирован. Сплиц на Камура и так себе. Выиграл Бортмана, проиграл Мэйну. Ну, Мэйн, в общем-то, неплохой боец. Ну, потом набил стрик из трех побед. Неплохих, в общем-то, Сонг. Ну, отто, наверное, вряд ли сюда относится. Ну, и Макса Гриффина. Два раунда тоже уверенно забрал. И в нокдаун его отправлял. Белая акула. База джиу-джитсу. Ну, сейчас в последнее время это в октагоне. Это скорее ударник с неортодоксальным боксом. С какими-то странными движениями, со странными углами. Но это, в принципе, более-менее у него работает. Боец неплохой. Но какой-то, наверное, стабильности ему не хватает. Рис Маки. Чего он, чемпионил же он в Кейдж Вориос или нет? В любом случае, он там дрался в мейн-ивентах. Нет, наверное, не чемпионил даже. Странно, я думал, он был чемпионом Кейдж Вориос. А, он был, вот, он в Бамме чемпионил, тоже английский промоушен. В общем, дрался он в основном в категории 70 килограмм. Непонятно, как в нее влазил. Что парень, он очень габаритный. У нас поэтому будет весовая категория 77 килограмм. Где рис Маки будет на 8 сантиметров выше. И на 15 сантиметров у него больше рич. Оппозиция у него в Великобритании и в Англии была... Ну, я бы не сказал, что особо хорошая, честно говоря. Такие вот парни в последнее время у него были с рекордами 9-6-8-5-9-7. То есть, это такие бойцы очень такого среднего уровня, как мне кажется, даже по меркам английских промоушенов. Поэтому каких-то тут таких интересных имен у него нет. Но вот Джея Херберта побеждал в 16-м году. И Ричи Шмулин. Наверное, все, о ком что-то можно сказать. Дебютировал против Чимаева. Это мы помним, но этот бой можно не рассматривать. На коротком уведомлении против Чимаева у него шансов, в общем-то, было мало. Маки, честно говоря, не могу сказать, что как-то он меня сильно так впечатляет. Вот он габаритный. Это да, это здорово. Но пытается он свои габариты, скажем так, применять в клетке. Держать соперников на джебе, на каких-то фронткиках. Ну, более-менее получается, но тоже не всегда. То есть, по большому счету, то, что я вижу в октагоне, это такой достаточно базовый кикбоксинг от Патриса Маки. Он, в общем-то, учитывая свои габариты, учитывая свой возраст, наверное, выглядит более-менее перспективно. Но на данный момент я не могу сказать, что он мне прям залез в голову. Я хочу на него ставку сделать. Про Маки я сказал, то есть, меня лично он не особо интересует. Морона за 1,5, наверное, меня тоже не интересует, потому что, ну вот, потому что прошлый бой. Потому что коэффициент невысокий. Гнаться за этим коэффициентом я не хочу. Пусть Морона сначала вернется. Пусть он покажет себя в бою с габаритным соперником. У него, в общем-то, таких длинных парней пока в его жизни не было. Пусть он покажет, что он может. У него, вообще-то, есть здесь варианты, конечно, с борьбой. Не могу сказать, что Маки прям совсем не умеет бороться. Но, в целом, я думаю, что Морона лучше и в борьбе, лучше и в стойке. Единственное, ему вот нужно как-то решить вопрос габаритов Риса Маки. Думаю, что он победит, но ставить на это я не планирую. Эшли Йодер против Миранды Грейнджер. 52 килограмма. Эшли Йодер. Еще одна моя боль. Уже два боя подряд. Она идет там за коэффициент где-то 2,3. Я считаю это валунной ставкой. Ставлю на нее. Она отбивается в очень близкое решение. 50, 55, 60 процентов на MMA Decisions потом решает, что победила она. Отдает ей свой голос. Но судьи так не считают. Немножечко она меня достала. В общем, если мы подытожим ее итоги выступления в UFC. 2,4. Так себе достижение. И выиграла она только Аманду Купер, которая была с рекордом 3,4. И то с плитом. И выиграла Сюири Кондо. Ну, Купер уже уволена из UFC. Кондо на трех поражениях. На серии из трех поражений. Наверное, тоже может быть уволят. Но, конечно, надо отметить, что все бои, которые проводила Эшли Йодор, они заканчиваются очень близкими решениями. Вот с Дерн Сплит, с Маркос Сплит, с Соузой близкий бой. 33 года. Эшли Йодор, ну, наверное, не прогрессирует все-таки. У нее по-прежнему есть какая-то там неплохая борьба. Навыки проведения сабмишенов. Ну, как-то и в борьбе она допускает ошибки. Ну, вот, например, с той же Соузой. Дважды пыталась забрать хорошие позиции. Вроде как почти в них оказывалась. И где-то там то соскальзывала, сваливалась, теряла позиции. То есть, ей все время немножко чего-то не хватает. Что касается ее стойки. Вроде есть там у нее что-то. Есть там у нее левый кросс неплохой. Тяжелый, можно даже сказать. Но она такая медленная. Когда она дерется, особенно если ты на нее поставил, очень хочется вот залезть в телевизор и начать толкать ее в ее симпатичную задницу, чтобы она быстрее шевелилась. То есть, очень медленный боец. То же самое про нее можно сказать в защите. Она обычно пытается закрыть свое лицо, когда ей уже туда влетел удар. И по скорости она, ну, наверное, уже ничего не изменит. И у нее не тот возраст, чтобы она прям стала каким-то быстрым бойцом. То есть, посредственная стойка, посредственная защита, более-менее борьба, нормальное кардио. И все время чего-то не хватает. Миранда Грейнджер более молодой боец. Это будут две очень габаритные девушки. Обычно у Йодор приличное преимущество в габаритах. Здесь у него ее не будет. Практически одни габариты. Там, ну, чуть-чуть у Грейнджера руки подлиннее, не критично. Более молодой боец. Конечно, опыта у нее такого нету. Есть, ну, здесь какие-то бои по любителям. И сомнительная позиция. Ну, всю эту позицию она прошла практически досрочно. Дебютировала в UFC с Ханой Голди. Это был бой в категории 57 килограмм. Голди, если не ошибаюсь, базовый кикбоксер. А Грейнджер, ну, наверное, все-таки базовый грэпплер. Который подтягивает свою стойку. С Голди был весьма скучный бой. Ну, Грейнджер его выиграла в стойке. Немножко перебив в каждом раунде Хану Голди. Что, в общем-то, является не таким уж плохим результатом. По крайней мере, она выиграла. Не в своей категории. И у ударников в стойке. Потом она вышла на бой с Лемос. Где была задушена в первом раунде. Ну, Лемос это хороший уровень. Надо отметить, что Грейнджер оба своих боя в UFC выходила на коротком уведомлении. Не на суперкоротком, а там у нее каждый раз был где-то там двух-трехнедельное уведомление. То есть полного лагеря не было. И сейчас она, наконец-то, выйдет на полном лагере. Ставки на этот бой. Коэффициенты. Йодор 2.06, Грейнджер 1.82. Пока так. Ну, я бы так сказал. Если Йодор получится побороться с Грейнджер, то я не знаю, чем все это дело закончится. То есть, я думаю, что Йодор будет пытаться бороться с Грейнджер. Сможет ли Грейнджер защищаться от борьбы? Может быть да, может быть нет. Что будет, если они уйдут в партер? Ну, по идее, я все-таки дам небольшое предпочтение Эшли Йодор. Потому что она в целом более опытный боец. Ну, Грейнджер, в общем, в партере тоже неплоха. У нее много побед с Абмишином. А конкретно из 4-го срочек у нее 3 победы с Абом. В общем, в партере все неоднозначно. В стойке я дам Грейнджер небольшое предпочтение. Просто потому, что она как минимум быстрее. Она немножко может быть даже и техничнее, чем Эшли Йодор. У нее может быть побольше немножко арсенал ударов. Ну, не могу сказать, что у нее какие-то супер быстрые руки. Но просто на, скажем так, фоне рук Эшли Йодор, любые более-менее приличные руки, они будут казаться быстрыми. Я вот не уверен, что Миранде Грейнджер нужно драться в категории 52 килограмма. Потому что Йодор сгоняет вес, в принципе, грамотно. Она в 52 килограмма на вешалке выглядит всегда хорошо. Опять же, ей это не особо помогает. То есть, она, в принципе, научилась вписываться в этот вес. Грейнджер, ну, например, на прошлом взвешивании выглядело плохо. Опять же, было короткое уведомление. Поэтому я буду внимательно смотреть, как будет выглядеть Грейнджер. Если ее вытаращенные глаза будут еще более вытаращенными, чем обычно на взвешивании, тогда я этот бой, опять же, пропущу. Если нет, то я рассматриваю ставку на победу Биранды Грейнджер решением судей. Потому что, например, если победит Эшли Йодор, она может победить решением, а может победить, в принципе, и с адмишином. Конечно, здесь может быть какой-то и нокаут от обоих девушек, там, скажем, Гранденпаундом в партре. Ну, как-то это несомнительно. Грейнджер, если победит, то я думаю, что Йодор она не задушит. Гранденпаунд оставляем на категорию случайности. Соответственно, если победит Миранда Грейнджер, я думаю, это будет решение судей. Ну и вот за 2.5 это уже, как мне кажется, более-менее интересная ставка. Хотя я Грейнджер здесь отдаю минимальное превосходство. Не утверждаю, конечно, что у нее прям тут много шансов. Но как-то на Эшли Йодор я пока воздержусь со ставками. Здесь, может быть, наоборот, попробую отдать предпочтение молодости. Еще один женский бой. Третий по счету. Кэй Хансен против Кори Маккенны. Две очень молодые девушки, которые будут драться в категории 52 килограмма. Обоим по 21 год. У Маккенны якобы очень короткие руки. 149 сантиметров. Я такого речи еще в справочных данных не видел. Может быть, это так. Может быть, топологи просто врет. Я замечаю, что у них периодически некоторые вот эти вот характеристики с течением времени исправляются. Как бы на фотографиях мне кажется, у Маккенны совершенно нормальные руки. Ну, будем предполагать, что они у нее на 10 сантиметров короче. Кэй Хансен немножко более опытный боец. У нее 10 профессиональных боев. И дарилась она в основном в Инвикте. Где у нее были, в общем-то, и досрочные победы. И ни одна, и ни две. Побольше. И проигрывала она очень неплохим бойцам. Вот в 2018 году какой-то Као Шварц проиграла. Не знаю, кто это. А последние два поражения у нее были Эрин Бленчфилд. Которую мы, наверное, увидим в UFC. И Магдалене Сормовой. Ну, неплохому европейскому проспекту, скажем так. Всех остальных в Инвикте она выигрывала. Или забивала в партере, поскольку она борец. Или сабмитила. Дебютировала против Джин Юфрей. Чемпионки Инвикте в UFC. Дебютировала в UFC против бывшей чемпионки Инвикте Джин Юфрей. Проиграла первый раунд в стойке. Второй раунд уже сделала более близким. И в третьем поймала Джин Юфрей на сабмишн. Хотя ее там Джин Юфрей неплохо посекла. Не поймала бы еще неизвестно, как бы дело кончилось. Кори Маккена. Валийский хоббит. Девушка из Уэльса. Но тренируется сейчас в американских кемпах. Опять же в Тим Альфа Мэйл ее можно было заметить. В том числе, по-моему, там и с Муратой она тренировалась. У нее поменьше опыта. Хотя у нее есть кое-какой, даже какой-то неплохой, можно сказать, опыт по любителям. Ну, с такой себе оппозиции, конечно. Хотя вот какая-то девушка с рекордом 12.5 есть. Если я не ошибаюсь, она бывший пауэрлифтер. Девушка достаточно физически крепкая. Тоже борец. У них, в общем-то, такие достаточно схожие навыки, я бы сказал. Она подписана через данный White Contender Series, где дралась с бывшим чемпионом ЛФА Ванессой Димополус, которая сейчас уже день чемпиона ЛФА, провела неплохой бой, сумела в борьбе свое забрать. Из минусов хочется сказать, что там она залазила дважды, по-моему, в сабмишины к Димополус. Из плюсов хочется сказать, что она из этих ситуаций неплохо вышла, как бы попадала в сабмишины плохо, но там она действовала достаточно грамотно, делала нужные движения в нужные стороны и, в принципе, ничего с собой сделать не дала, мал по-малу освобождалась и работала в Гранденпаунде. Проигрывала в 18-м году Миколь де Синьи, которая потом тоже дралась на Contender Series и проиграла. Ну, этой борцухи, короче, ну вы поняли. Вот. И вот такие у нас две девушки и коэффициенты на них. Кей Хансен 1.44, Маккена 2.9. Я согласен с тем, что Кей Хансен должна быть фаворитом. У нее была получшая позиция в инвигте, она как бы такой более раскрученный, можно сказать, боец, наверное, более опасный. Но по большому счету, если вот это все-таки отбросить, то мы видим двух молодых бойцов, двух борчих с не самой интересной стойкой. И у Хансен стойка не фонтан, и у Маккены стойка не фонтан. Хотя я бы сказал, что вот смотрел я, допустим, бой с Десиньи в 18-м году и смотрел бой с Димополус. Я бы сказал, что Маккена прибавила в стойке. Не то, чтобы там что-то стало такое вау, но как-то более-менее адекватно. В общем, я к чему. Два достаточно схожих бойца по всем параметрам. Там, по габаритам, по навыкам. Только на одного из них дают 1.44, на другого 2.9. Я не считаю, что Кори Маккена дно, чтобы на нее давать около трешки. Она, в общем-то, неплоха. И я считаю, что это, ну, такой определенный хайп вокруг Кей Хансен витает. Она должна быть фаворитом в этом бою, я согласен. У нее больше шансов на победу, я согласен. Но 1.44 мне неинтересно. Если я заберу там, допустим, Кей Хансен, то это ошибка, которую я уже много раз делал, из которой я научился бороться, называется малоопытная хрень за 1.4. Мне это нафиг не надо. Я Кей Хансен не рассматриваю. Хотите брать ее там в экспрессе куда-то, ради бога. Я воздержусь. Я, в принципе, думаю здесь все-таки про ставку на Маккену. Да, это риск. Есть хорошие шансы, что эта ставка слетит. Но я считаю, что на дистанции такие ставки все-таки надо пробовать. Не такая уж страшная Кей Хансен. Не такая уж бестолковая Кори Маккена. Поэтому под малый процент посмотрю, как будут девушки настроены на взвешивание. И, может быть, поставлю на Маккену. Антонио Агоио. Как вам мой бразильский язык? Хотя он не бразильский, конечно. Против Эрика Андерса. Ну, очень сложный бой. Думал я его сначала одним образом, потом другим образом. Потом снова вернулся к первому образу. Сложный бой. Как и многие здесь. Агоио. Вообще-то он, оказывается, джинсер. Хотя я думал, что он кикбоксер. Джинсер, который впал в любовь к ударам ногами. И ногами он умеет бить здорово. Дрался он на бразильском контендер-сирио с Диего Энрике. С Диего Энрике. Очередным. По-моему, самое популярное имя у бразильских бойцов. В 2018 году выиграл решение, но подписан не был. До этого дрался со всяким трэшем. Кому-то даже проигрывал дважды сабмишином. Потом подрался уже в Америке на контендер-сирио. Победил Стефана Регмана во втором раунде. Задушил его. Хотя там дело шло, по-моему, после нокдаунов. Дебютировал с Андреем Мунизом. Провел достаточно плохой бой. Устал в хлам уже в конце первого раунда. Бой был отвратительный с обоих сторон. Но со стороны Роя он был отвратительнее. Мог он, наверное, там сделать больше. Но сил ему не хватило. И пытался он выйти в октагон против Тревена Джайлса. В феврале этого года. И был снят на весогонке. Вот такие у него два замечательных последних перформанса. Эрик Андерс. Свой парень. У которого тоже все не очень хорошо. По большому счету, последние его выступления не радуют. Проиграл с Питом Мачити. Выиграл в Вильямса. Набрал себе хороший стрик из трех поражений. Сантос, Теодору, Раундри. Раундри вообще его отмутузил. Как просто не знаю кого. Выиграл у Венисия Самарелли. Слава богу. Очень близкий бой с Джалидом Мишертом. Который мог бы ему вообще-то и не отойти. И проиграл Кристофу Йотко. И все это будет происходить у нас в категории 84 килограмма. Правильно? Правильно. Ну и что вот с ними делать? Андерс на коротком. В принципе, какие есть ключи для победы? Антонио Ароя. Если он подойдет к бою в нормальной форме. Если он поработал со своим кардио. Сможет его распределить на три раунда. То у него есть вполне четкий путь для победы. Я считаю, что в стойке он лучше. Кроме того, он существенно габаритнее. Рич, конечно, немножко у Андерса больше. Но здесь 6 сантиметров рост. И вообще, Ароя такой парень весьма здоровый. То есть, я считаю, что он физически сильнее, крепче. Хотя, ну может быть не сильнее. Ну, не слабее Андерса. Потому что Андерс такой бычок-то нормальный. Все-таки он бывший футболист. В общем, Ароя своими киками может забрать как минимум два раунда. Если его хватит. Если он не пустит Андерса в борьбу. Будет нормально готов. Нормально сгонит вес. Распределит свои силы по трем раундам. Эрик Андерс уже встречался с кикерами условными. Давайте будем говорить, кто это был. Маркус Пирес. Которого он сумел победить. Но победить в борьбе. Это был Тиаго Сантос. Которого он не смог победить. У него были определенные успехи в борьбе с Сантосом. Но он там боролся много. Трикдауны проводил. Где-то Сантоса мог удерживать. Но все это у него отнимало очень много сил. И Сантос в этой борьбе в клинче. Когда Эрик Андерс пытался его удерживать. Накидывал его много ударов. В результате к концу третьего раунда. Андерс так устал и так доелся. Что не смог продолжить бой. Ну и условно этот опять же Халил Раунд. Который просто его не пустил в борьбу. И просто его отпинал. Соответственно для Эрика Андерса. Я считаю что в стойке с Ароей ему делать нечего. А Роя техничнее. У Андерса в принципе кардио наверное получше. Но он здесь опять же у нас на коротком уведомлении. На двухнедельном по моему или что-то в этом роде. Не на полном лагере. Соответственно сможет он побороться с Ароя. Не просядет по кардио. Я думаю что у него есть шансы забрать. Вот такой вот матчап. То есть шансы есть у одного и другого. Что буду делать я? Я буду смотреть на форму Ароя на взвешивании. Если она будет очень хорошая. Если он будет энергичен. Если будет видно что он нормально согнал вес. Нет у него никаких проблем. Ну может быть я подумаю насчет ставки на Ароя. Все таки на него дают чуть побольше. Наверное ставить на Андерса в качестве фаворита. Еще с учетом того что он не на полном лагере. Ну наверное все таки это будет неправильная ставка. Да у Андерса есть путь для победы. Ему победа нужна. Он может по этому пути пройти. И забрать бой. Это вполне возможно. Может быть он должен быть даже здесь фаворитом. Не знаю. Здесь вот очень сложно сказать. Но все таки Ароя за коэффициент в районе 2.3. Можно присмотреться мне кажется. Бой который объявили только сегодня. Брэндон Аллен против Шона Стрикленда. Это будет у нас кэч вейт. 195 фунтов. То есть это примерно будет в районе 89 килограмм. Брэндон Аллен должен будет драться на прошлых выходных с Яном Хейнишем. Хейнишем снялся из-за ковида. 24 года. Через контейнер Сирис отобрался. Победил Холланда. Это хорошо. Победил Бриза. Это хорошо. Провел достаточно тяжелый бой с Кайлом Даукасом. В общем-то в первых двух раундах был неплох. Но периодически тоже проигрывал позиции в партере. Хотя он там Даукаса конечно за два раунда подразбил. В третьем раунде в очередной раз проиграл позицию. Подустал. И уже Даукасу третий раунд вчистую отдал. Даукас у него весь раунд там просидел за спиной. Грэпплер который не хочет стоять в стойке. Стойка у него достаточно посредственная. Такая базовая. Он хочет бороться. И бить людей локтями в партере. И у него это хорошо получается. Шон Стрикленд подрался две недели назад. Джеком Маршманом. Вернулся он в категорию 84 килограмма. Провел с одной стороны неплохой бой. С другой стороны немного сомнительный. Все конечно ждали от него борьбы с Маршманом. Он решил три раунда стоять в стойке. Решение сомнительное. С точки зрения выступлений в UFC конечно опыта у Стрикленда побольше. Он ударник. Но при этом и универсал. Оба такие достаточно габаритные парни. Аллен обычно существенно крупнее своих соперников. Здесь по топологии практически одинаковые габариты. Ну опять же. Если Брэндон Аллен сумеет побороться со Стриклендом. И забрать у него хотя бы два раунда в борьбе. Он победит. Если Стрикленд сумеет остановить проходы Аллена. Или как-то там если будет их пропускать. То сможет вставать допустим из-под них. То в стойке Стрикленд будет однозначно лучше. Напоминаю что Аллен получается неделю назад гонял вес. Стрикленд гонял вес две недели назад. Провел три раунда. Ну что там пропустил пару плюх. Ну не более того. Там одна особенно такая была явная от Маршмана. Образовалась там у него гематомка небольшая. Но в целом как бы особо урона в бою он не получил. И чуть больше времени у него было на восстановление после весогонки. Опять же весогонка наверное в этот раз большой такой роли не сыграет. Поскольку это будет кэтчвейт. Что у Стрикленда Стрикленда с борьбой. Сложно сказать. Но в последнее время все время были такие вот бойцы. Которые с ним особо то и не боролись. Даже начиная с 15 года. Гарсия его трижды переводил. И Усман его переводил. И Усман его смог проконтролировать. Да это конечно была категория 77. Но Усман его проконтролировал примерно половину боя. У Усмана прошло два из восьми тейкдаунов. То есть в целом ну вот это наверное такой его самый худший показатель. Там Панзенибе где-то там раз или два его перевел. Как и он его. И собственно говоря больше вот очень мало. Вот Гарсия, Усман. Все тут еще за все остальные бои. Может быть один или два раза Стрикленда перевели. Поэтому я конечно не могу. Нет у меня хрустального шара сказать. Вот защититься Стрикленда борьбы Алина или нет. Я не знаю. Честно говоря я думаю что скорее да. Я все-таки отдаю должное опыт Усмана Стрикленда. И думаю что есть у него шанс защититься. И тогда у него соответственно есть очень неплохие шансы выиграть этот бой. Коэффициент 1.75 Стрикленд. 2.15 Алин. Я предварительно отдам свой голос копил Кушона Стрикленда. При этом абсолютно пойму тех кто притопит за Брэндона Алина. Дон Телл Мэйс против Рокки Мартинеса. Мэйс тоже отобрался на Контендер Сириес. Это у нас будут тяжи. Выиграл Проселла какого-то. Не знаю кто это честно говоря. Ну у него есть тут в активе хайповая победа над старшим братишкой Усмана Мохаммедом Усманом. Хотя надо отметить что вот в 17 году он например на Контендер Сириес проиграл Алину Кроудеру. Это не очень хорошее конечно поражение. UFC пока все не очень хорошо. Проиграл Сири Лугану. И проиграл Насимента. Тоже сабмишином. Крупный парень. Наверное все таки кто он? Кикбоксер? Кикбоксинг, джюдо. Ну джюдо я от него не вижу в октагоне. Кикбоксинг вижу. Такой себе кикбоксинг я бы сказал. Он не самый впечатляющий. Мне кажется не самое лучшее кардио. Ну здоровый парняга. Физически сильный. Рокки Мартинес. Боец более опытный. Хотя позиция у него была тоже всякий там райзен. Всякие фрики. Просто у него достаточно много боев. Достаточно стойкий парень. Тоже дебютировал недавно на коротком. Проиграл Александру Романову. До этого все больше дрался в райзене. Со всякой сомнительной оппозиции. Ну проиграл Крокопу например. Это несомнительная оппозиция. Мне конечно не нравится как он выглядит. Я понимаю что он полинезиец. Он с этого. Как он называется? С Гуама. Ну Марк Хант выглядел не так. У Марка Ханта не висел передник над спортивными шортами. У Мартинеса он висит. И прямо очень много у него висит. Ему бы на самом деле все это безобразие убрать конечно. И спуститься бы в полутяжелый вес. Потому что габариты у него ну прям маленькие. Для тяжелой весовой. Мейс будет на 20 сантиметров выше. И почти 25 сантиметров в ричи в руках. Превосходство. Это конечно очень много. Что с этим будет делать Мартинес? Он будет бороться с Мейсом. Мартинес в принципе в своих боях в райзене достаточно много боролся. Он в общем то неплохо переводит. Неплохо работает сверху. Как у него будет это с Мейсом получаться я не знаю. Мейс реально здоровый. Сможет ли он его перевести. Ну если не переведет то ему кранты. Потому что в стойке. Мартинес в общем то у него и стойка неплохая. Он достаточно такой агрессивный. И боец и стойкий. Но ему нужна дистанция. Он там любит всякие локти, колени. Все такое май тайское. Это все конечно хорошо. Но опять же как он будет преодолевать габариты Мейса я не знаю. Его шанс я считаю это борьба. Утащить Мейса вниз. Лежать на нем. И бить его сверху. Тогда может быть у него шансы есть. Значит коэффициенты. Мейс 1.47. Мартинес 2.8. Мейс за 1.47 меня не интересует. Я считаю его бойцом достаточно невысокого уровня. Где-то знаете там около дна в UFC. Где еще ниже там плавают всякие там уже совсем мусорные бойцы. Пока что Мейс ничего не показал. Чтобы я охотился за ним за коэффициент 1.47 в бою. Даже против Рокки Мартинеса. На Мартинеса конечно тоже ставить страшно. Потому что габариты. Мартинес как по мне все-таки больше боец чем Мейс. Он такой упертый. Дядька он будет идти до конца. Ну что у него здесь получится я не знаю. Как к андердогам Мартинеса тоже сложно верить. Вот. А вот в тотал больше полутора. За 1.7 я пожалуй поверю. Я думаю что Мартинес. Если все-таки он как-то там сумеет Мейса замучить. К примеру. У него будет проходить борьба. И он будет его там бить сверху. Как-то удерживать. То это все-таки какой-то поздний финиш. Мейс я считаю недостаточно скилловый боец. Чтобы Мартинеса быстро удосрочить. Потому что Мартинес. Ну он очень крепкий. Вы смотрели бой с Романовым. Видели сколько он там вытерпел. Я кстати там тоже ставил тотал больше полтора. Потому что я считал что ну вот. Мартинеса его так просто не переедешь. Я думаю что и Мейс его не переедет. Поэтому из более-менее адекватных ставок. По более-менее адекватному коэффициенту. Я считаю что это тотал больше полутора. Победителя я здесь выбирать вообще не хочу в этом бою. Джулиан Маркес против Сапарбека Сафарова. Джулиан Маркес. Немножко странный персонаж. Тоже дебютировал на контендер серии. Встречался с Филом Хоусом. Который недавно дрался. Проиграл ему первый раунд. Потом Хоус устал. А Маркес устал. Но устал меньше. И он Хоуса вырубил. Потом подрался с Дарреном Стюартом. В семнадцатом году. Ну Стюарт сейчас так бы не дрался. Потому что там был очень такой агрессивный бой. Периодически переходящий в бой в телефонной будке. Когда они просто стояли друг против друга. И фигачили друг друга хуками. За этим было весело наблюдать. Там было очень много агрессии в этом бою. И борьба. И такая ударка с множеством разменов. Вот. Ну что там. Там опять же. Там опять же Маркес. Подустал. А Стюарт подустал больше. Когда Стюарт совсем вымахался. Маркес его все таки задушил. Вот. И бой с Дичирико. Который он проиграл с плитом. Между прочим не очень хороший показатель. Да. Можно было отдать там ему. Сплит там немножко натянутый. Ну у Дичирико там проходила борьба. Он. Маркеса там. У него получалось периодически переводить. Удерживать. Хотя в стойке Маркес был лучше. Ну. В общем. Дичирико там более-менее как-то натянул себе победу. И это было у нас когда. Это было больше двух лет назад. И с тех пор он не выступал. Не знаю почему. Тренируется он сейчас больше в Глори Фитнес. У Джеймса Крауза. В общем-то это наверное ударник. Ударник хороший. Скилловый. Опасный. Агрессивный. Финишер. Прослеживались у него определенные проблемы с кардио. Хотя не критичный. Но подуставал он. Ну вот немножечко он многовато разменивался. То есть того же допустим опять же там Стюарта-то он победил. Ну и у него немного и нос был на боку допустим. Ну при этом у него как бы и с сабмишинами тоже все в порядке. Хотя его можно например самого бороть где-то и удерживать. То есть борьбой у него кое-какие проблемки тоже были. Не критичные. Но вот были. Занимается он какой-то в том числе на мой взгляд хренью. Ведет какие-то подкасты с порно-звездой. Я в общем-то предпочитаю конечно бойцов которые сосредоточены на своей карьере. Маркес на какое-то время отвлекся. Не знаю почему. Может ему надоело. Может он обиделся что Дичерика победу отдали. А вот он и в Белатаре проигрывал в шестнадцатом году. Ну боец интересный конечно и достаточно опасный. И сабарбек Сафаров. Бой этот у нас будет в категории 84 килограмма. И для Сафарова это будет второй бой. В такой категории. Что он дебютировал против Жана Виланте в 93. Тяжелый там был бой. Здесь Сафаров показал чудеса стойкости. Но все равно отлетел. В восемнадцатом году проиграл Тайсону Педро. Вот это он зря сделал. Я в принципе считаю что Педро он мог бы и пройти. Патрон подрался с не очень понятным румынским бойцом. Нугемериану. Которого в принципе уверенно победил. Правда там многовато правила он нарушал. Мы могли вообще его там дисквалифицировать. Столько раз хватать сетку это неправильно. И подрался с Рудольфом Веерой. Я кстати ставил на Сафарова за коэффициент 5. И нисколько не жалею. Потому что если вы видели глаз Вееры после первого раунда. То доживи Сапорбек до конца первого раунда. Он бы этот бой забрал. Потому что бой бы просто остановили. Он выходец из боевого самбо. Дружит он с Гаджимуратом Антигуловым. Ну и это можно сказать наверное улучшенная версия Гаджимурата Антигулова. Он в общем-то получше в ударке. У него нет такого отстойного кардио. Ну по крайней мере в том бою в котором он выиграл в UFC. Вот с этим румыном. Он неплохо боролся. И у него достаточно жесткий гранденпаунд. Вот он прямо сверху насыпает вообще нормально так. Вот. И будет встречаться он теперь с Маркесом. Но опять же такие не очень интересные коэффициенты. Маркес 1.33. Сапорбек Сафаров 3.45. Я считаю что Маркес переоценен. И я стараюсь все-таки не делать ставки на переоцененных бойцов. Слишком низкий коэффициент. Все оба но может быть ничего. Но все-таки у парня 2 года простоя. И он сейчас выходит. В конце концов ну видно что у него можно выигрывать. Ну тот же там Дичерико. Что это какой-то волшебный атлет что ли. Или это кто. Ну это боец который сейчас ничего не показывает. И все-таки он же выиграл как-то у Маркеса. И вот после этого 2 годового простоя. На Маркеса дают 1.33. Ну я не знаю. Это мало. Маркес меня не интересует. На Сапорбека я боюсь ставить. Он слишком дерется с кавказским акцентом. Он заигрывается. У него не хватает прагматичности. Он очень так пытается идти за финишем. В общем ну так вот как-то все. Как это объяснить-то. Ну то есть он такие вещи совершает. Заигрывается попросту говоря в клетке. А с Маркесом это не пройдет. Маркес где-то подловит. И потушит свет очень быстро. Поэтому опять же вот в этих боях уже. Которые ближе к финишу. Тут идут в ступ. Только какие-то папанские ставки искать. Ну вот например раунд 3 начнется нет. То есть там будут давать уже дают на пинокли тотал больше-меньше полтора. За полтора я боюсь. Вот. Ну за два раунда наверное кто-то кого-то удосрочит. Более вероятно что это будет Маркес. Но на Маркеса досрочно дают всего лишь навсего 1.6. Как-то ну я вот не вижу смысла лучше. Мне кажется что примерно за те же деньги взять там. Что в течение двух раундов они друг друга хлопнут. Мне кажется достаточно высоко вероятное событие. Хотя там есть еще один рианг про который я чуть позже скажу. Ну вот такое мнение на этот бой. Странный коммэн ивент. Как и весь этот турнир. Абдул Розак Аль-Хасан против Хаоса Вильямса. Так. Начнем с вот этого человека. Хаос Вильямс. Он же Калин Вильямс. Он же Юрий Иванович. Он же Гога. Он же Гоша. Он же Жора. Человек который должен мне деньги. Который вырубил Марона. В начале этого года. В общем почему я ставил на Марона. Потому что вот все что было у Вильямса до этого. Ну это настолько не впечатляет честно говоря. У него здесь какой-то вот есть любительский рекорд неплохой. Но вот в профессионалах он дрался. Честно говоря в основном с откровенными мешками. Вот например. Ну что это такое 17-19. И он в 19 году доходит с ним до решения. В принципе что про него можно сказать. Он боец еще молодой. Ему 26 лет. Он конечно может развиться. Все что было у него вплоть до 19 года включительно. Это все было не очень хорошо. У него в принципе есть удар. Он это уже показал. У него тяжелая правая. Да и слева может зацепить. Умеет он бороться. Но все это на таком уровне не очень как бы понятно. В принципе вот даже с этими со всеми парнями. С которыми он дрался. Были у него и просадки по кардио. Были у него и проигранные позиции в партере. Были у него и пропущенные тейкдауны. Поэтому вот оценив его как бойца не очень как бы высокого уровня. Я собственно говоря уверенно и загрузился на Марона. Прямо хорошо так загрузился. А он оказывается вот умеет так здорово махать руками. Хотя вот последний раз он опять же махал руками. Ну вот в 18 году. Сказать по его рекорду, что он прям панчер. Нельзя. А нет вот еще в 19 еще была одна победа. Ну по сути у него пока он свежий. Реально есть тяжелый удар. Который списывать со счетов нельзя. Аль Хасан недавно вернулся. Вернулся неудачно. Проиграл Муниру Лазизу. Был явно не готов к бою. И все кто в теме. Конечно же ставили на Лазиза. Ну и я тоже ставил. И нисколько не пожалел. В общем-то не так уж много на самом деле в UFC удач у Аль Хасана. Потому что он выиграл Чарли Ворта. Не знаю кто это. Но вернее знаю. Он сейчас в Белатаре выступает. Проиграл сплитом Амаре Ахметову. Дважды подрался с Абой Хамаси. Первый раз была остановка сомнительная. Второй раз правильная. И вырубил Ника Прайса. Ну вот побеждал он в UFC получается с трех бойцов. Ворта, Хамаси и Прайса. Ну Прайс. Победите его за 40 секунд. Не то чтобы нереально. Но неплохо конечно. Панчер с базой дзюдо. Имел проблемы с законом. Недавно вернулся. Ему уже 35 лет. Ну и вот собственно говоря. Что здесь можно отметить. Можно отметить что. Хаус Вильямс крупнее. Он выше. И у него на 15 сантиметров. На 13 сантиметров. Длиннее руки. Неплохое преимущество. Если он будет драться так же как. С Марона. То в принципе здесь у нас будут. Два панчера. У одного будут более длинные руки. У Аль-Хасана в принципе челюсть более менее крепкая. Потому что Лозес по нему неплохо попадал периодически тоже. В общем то он все выдержал. Все съел. Какая челюсть у Вильямса я не знаю. По нему особо никто не попадал. Как они будут драться сложно сказать. Может быть они пойдут в размен. Может быть ну в первую очередь Аль-Хасан как-то немножко более умно подойдет. Потому что он вот на Мунира Лозеса сразу попер. А Лозес все выдержал. Аль-Хасан устал. И дальше для него все сложилось неудачно. Опять же с Аль-Хасаном тоже можно побороться. Он и сам может побороться. Но его в общем то тоже можно перевести. Тот же Амари Ахмедов в принципе удачно все как бы в борьбе сделал. Ну а Амари Ахмедов наверное борется то получше чем Вильямс. Опять же в прошлом бою Аль-Хасан был явно не готов. Он не сделал вес. Он выходил видимо на коротком уведомлении. И прошло с той поры примерно 3 месяца. Так август, сентябрь, октябрь. Да 4 месяца. Ну в принципе за это время можно было перевести себя в форму. Ну и вот такой опять странный матчап. Вроде бы как конечно Аль-Хасан. И опыт у него есть. И панчер он. И лоу-кики у него есть очень жесткие. Может быть ему бы с них начать. Но при этом опять же у него дают всего 1.44. То есть вот если обратиться к прошлым боям. То Аль-Хасан там шел допустим за 1.35 против Лазеза. И проиграл. А Хаус этот Вильямс шел там за трешку с лишним против Марона и выиграл. И сейчас вот опять такой матчап. И опять такие неинтересные коэффициенты. То есть вот сказать что Аль-Хасан здесь уверенно. Но после того как Вильямс выкинул такой фортель в прошлый раз. Я не знаю. Я не могу. Я по-прежнему считаю что он боец не очень высокого уровня. И может быть ему в прошлый раз. Но просто там банально повезло. Может быть там просто Марона задупил. И я думаю что большая доля истины в этом есть. Но пока что про него вот как-то сказать что-то сложно. Может быть он действительно там прогрессирует, растет. Я не знаю. Поэтому в принципе я конечно здесь все равно отдам предпочтение Аль-Хасану. Ну за 1.44. Ну опять же я тогда лучше выберу. Раунд 3 начнется нет. Потому что ТМ 1.5 опять там опасно брать. А 2 раунда. Ну мне кажется они друг друга ушатают. Или один или другой. Опять же касательно вот этих двух боев. Можно сделать по-другому. Можно взять более агрессивно. Можно в каждом бою взять. Не раунд 3 начнется нет. А раунд 2 начнется нет. Что я думаю что какой-нибудь вот из этих двух боев. Либо Маркес Сафаров. Либо Аль-Хасан Вильямс. Он вполне возможно что закончится в первом раунде. И там будет коэффициент больше двух. Поэтому хотя бы одна ставка зайдет. Уже будет плюс. Потому что ну как-то вот по-другому. Здесь эти бои я честно говоря плохо читаю. Но ни андердоги не привлекают даже за хорошие коэффициенты. Ну и брать фаворитов за такие вот коэффициенты. Ну мне кажется не очень правильно. И вот такой у нас будет мейн-ивент. Фелдер против Досаньеса. В категории 70 килограмм. Фелдер на коротком. Досаньес. Не знаю может качевейт им сделают все-таки. Но пока вроде как заявлен бой в категории 70 килограмм. Досаньес напоминаю спускается. Он в последнее время дрался в категории 77. Дрался весьма неудачно. У него в общем-то был тут неплохой стрик. Софидит, магни, лоулер. Потом он поднялся в весе. Поднялся или он с лоулером уже 77 дрался. Да с лоулером он уже дрался 77. А с кем он дрался тогда в 70? Когда он дрался в последний раз? Ооо дело давно было с Фергюсоном в 16 году. Понятно. В общем три получается боя выиграл 77. Потом проиграл Ковингтону. Проиграл Усману. Выиграл Кевин Али. Проиграл Эдвардсу. Ну и проиграл Киеси. В общем-то он проиграл всем практически в борьбе. Потому что все-таки в 77, наверное, ему не хватает физики. Ему не хватает габаритов. Все его крупнее. И даже вот с Киесой, с которым он был, в общем-то, фаворитом. А я, в общем-то, например, ставил на Киесу. Чисто вот из-за физики. Киеса у него вполне себе два раунда забрал. Это при том, что Дусанец, в общем-то, неплохо борется. Он, допустим, и с Ковингтоном там где-то боролся. И с Эдвардсом у него что-то получалось. Я уж там про Кевина Али не говорю. Но, по факту, у него плохой стрик. 1-4 в последних пяти боях. Ну и не знаю. Еще одно поражение. Может быть, там, максимум два. И, наверное, ему куда-нибудь его в Беллатор отправят. Потому что бои у него, ну, не особо зрелищные. Скажем так, он неплохой боец. Не сказать, что он какой-то скучный. Но все у него так достаточно близенько. Побед нету. Досрочек нету. Кто его будет держать, я не знаю. Поэтому он спускается в категорию 70 килограмм. И, конечно, нужно будет особо внимательно смотреть на взвешивание. Как он сможет сделать вес. В Инстаграме он вроде, ну, более-менее нормально выглядит. В общем-то, тут сейчас многие даже уже в таком возрасте научились пускаться ниже вес. Там, что Фрэнки Эдгар, что Жозе Альда. В общем-то, выглядит более-менее прилично. Поэтому, наверное, если он посидел на правильной диете, он 70 килограмм сделать должен. Сейчас он будет с Полом Фелдером, который выходит на пятидневном уведомлении. У Фелдера, в общем-то, все, конечно же, тоже... Нет, не все, конечно же, тоже все достаточно неплохо. Стиви Рей, Чарльз Оливейра. Потом проиграл Майку Перри. Но это как раз было 77 килограмм. И в 70 килограммах выиграл Вика Барбозу с плитом. Ну, сомнительным сплитом выиграл Барбозу. Сомнительным сплитом проиграл Дэну Хукеру. Фелдер все-таки это Муай-Тай Кикбоксинг. Графель Дусанец это Муай-Тай Кикбоксинг плюс БЖЖ. Ну и в какой-то степени борьба. Вот. По габаритам Фелдер выше. Но одинаковый размах рук. Ну, в общем-то, Фелдер 70 килограмм тоже влазит с трудом. И здесь взвешивание нужно внимательно смотреть не только, конечно же, по Дусанецу, но и по Фелдеру. Он, в общем-то, и на полном лагере на взвешивании тяжеловато, мне кажется, ему приходится. А здесь 5 дней. Что можно сказать стилистически. Стойки. Ну, наверное, я отдам небольшое предпочтение Фелдеру за его локти, колени, за его агрессию. Хотя у Дусанеца тоже вполне себе адекватный уровень кикбоксинга и Муай-Тай. Но я считаю, что Дусанец может побороться. Он борется получше. И в партри он получше. И если он нормально подойдет к бою, на полном лагере он будет, как мне кажется, однозначно получше по кардио. Фелдер, в принципе, в поздних раундах устает. И в целом у него вот опыт 5-раундовых боев сводится к его бою с Дэном Хукером. Нельзя сказать, чтобы он там прям плохо выглядел. Но просто у Рафаэля это Дусанец этих 5-раундовых боев, как у дурака Махорки. Пожалуйста. Лоулер. Ковингтон. Усман. Кевин Ли тоже был 5-раундовый бой. Закончился в 4-м. Эдвардс. То есть у Дусанеца, ну, это было в категории 77. Да, здесь может быть какая-то поправка. Но, в принципе, у него кардио отличное. Это, наверное, то, что у него действительно хорошо. Ну, и, соответственно, пока что только у одного американского букмекера появились ставки. На Фелдера дают 2,4. На Дусанец 1,63. Ну, я здесь больше буду смотреть в сторону Дусанеца. Коэффициент, конечно, не очень интересный. Но на полном лагере, я думаю, что если Дусанец нормально сгонит вес, то у него есть здесь неплохие шансы. Где-то там в поздних раундах, может быть, забороть Фелдера. Или объемом каким-то его задавить. Ну, и, не знаю, ему победа всяко нужнее. Я думаю, что он будет максимально мотивирован. Ну, и у него, в общем-то, конечно, против Махачева было не особо много шансов, может быть. Но против Фелдера они у него есть. Я думаю, что он должен зубами за эту победу цепляться и ее выгрызть. Вот такие мысли на этот турнир. Турнир сложный. Не уверены в боях. Пропускайте. Будет следующий турнир. Потом еще один, еще один. Не лезьте куда не надо. Все будет хорошо. Всем удачи. Сильно не рискуйте.